Всем привет! Снова с вами GameDragon и у нас сегодня продолжение Фактурии опять в формате дайджеста. В прошлый раз мы с вами провели стрим, на котором мы немножечко закончили переделку нашей металлургической промышленности в немного более привлекательный вид и создали с вами серную кислоту, которую полили на наше месторождение сафирита и теперь у нас достаточно бесперебойное поступление сафирита идет. Естественно, у нас осталось всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шахт, которые могут работать бесконечно. Остальные, естественно, в какой-то момент выработаются, но это будет еще в каком-то ближайшем будущем, но не таком уж очень-очень-очень уж близком. Значит, что у нас получилось? Смотрите, мы переделали, так как у нас большее количество все-таки руды меди, мы сделали и медь, и сапфирит, все это вывели вот сюда, это надо будет сейчас убрать. Здесь у нас идет переработка. Стоп, а что? А, ну да, надо сейчас поменять. Видите, я поменял, и теперь руда перестала поступать. Вот так это должно быть. Вот таким образом. Дальше она пойдет работать. Здесь переработка у нас руды. Дальше. Здесь у нас на стриме, закончивая с тем, что забилась эта лента, я сейчас переставил на большие объемы хранилищ. Собираю я все это в слитки, потому что слитки непосредственно являются основной отправной точкой для создания сплавов, смешений и увеличения эффективности добычи и переплавки металлов. Соответственно, мы собираем именно слитки. Мы собираем здесь слитки меди, здесь слитки железа. Здесь сверху мы производим серную кислоту за счет переработки свинца и совенец тоже собираем. Чего нам не хватает для дальнейшего рывка вперед. Нам не хватает кварца и не хватает олова. Олова и кварц у нас вот здесь в зачаточном состоянии, вот в таком вот виде собраны, что надо переделать. То есть я хочу сейчас вот эту часть немножечко расширить и попробовать ее вывести куда-то вот сюда и тоже складывать в ящики, чтобы у меня на одной стороне здесь были еще свинцовые, точнее свинцовые плиты есть. Были плиты олова и плиты кварца. Наверное, кварц будет здесь, олова будет здесь. Почему? Потому что кварц я могу смешивать с железными слитками и получать в два раза больший выход железных пластин. Вот этим займемся и в принципе через время встретимся, когда я это все переделаю. Итак, немножечко я переделал наконец-то эти штуки. Значит, следующее получилось у нас. Здесь я разбил на две части, чтобы здесь продолжало работать и создаваться слитки. Здесь я перекинул это вот сюда. Здесь создал дробители, здесь создал один сортировщик. Больше здесь и не надо на самом деле. У нас выход руды пока не огромный. Вот и разресерчилось еще кое-что, потом покажу. Значит, соответственно, я создал здесь плавильню слитков олова. Здесь плавильню я разресерчил руками, создал 50 колбочек для того, чтобы зеленых, для того, чтобы открыть переработку именно свинца. Господи, силикона, он же кремний, так? Еще не силикон, это пока что кремний. Значит, дальше здесь я подвел линию из карбона, которая будет питать все наши плавильни, наши доменные печи. Почему сделал так? Значит, смотрите, есть такой показатель. Сейчас покажу. Да, можно и отсюда показать. Значит, вот наше топливо, да? Здесь у нас дробленый уголь, здесь у нас кокс и здесь у нас углерод. Если обратите внимание, снизу написано неочищенное топливо 150%, неочищенное 140% и неочищенное 105%. Если я возьму, посмотрю на уголь в чистом виде, где он тут, господи? А где у нас уголь? Сейчас водится. Интересное кино. А где уголь в чистом виде здесь? А здесь, наверное, его в чистом виде и нету. Короче, уголь в чистом виде представляет из себя следующее. Сейчас вот найдем вот здесь. Вот. Неочищенное топливо 200%. Я так понимаю, ну, по логике вещей, зная, как это было. То есть, что загрязнение от угля 200%, а загрязнение от карбона при сжигании 105%. Да, конечно, теплопроводность карбона 3 мега джоуля, а у угля у нас 4 мега джоуля. Плюс, естественно, пока его переработаем, пока все сделаем. Но эффект от уменьшенного загрязнения все-таки, наверное, лучше. Да, не на моей карте, когда у меня нету никого рядом, мне должно быть по барабану. Но я решил, как говорится, вырабатывать хорошую привычку и делать сразу более-менее чистое топливо. Тем более, это будет подстегивать меня к развитию, дальнейшему захвату территорий и ресурсов, соответственно. Ну, вот так. С этого мы начнем продолжить создавать нашу империю металлургическую. Значит, что нам надо теперь? Теперь нам надо посмотреть, создается ли у нас железо. Это у нас сталь. А давайте мы не отсюда посмотрим. Мы посмотрим из фнея. Значит, у нас есть с вами уже железные слитки. И их использование можно превращать в следующее. Значит, в сталь мы так знаем. Так, вот кварц. Видите, для него надо открыть кучу еще всяких продвинутых технологий. Вот этот я что-то момент не учел, кстати, чтобы получить 240. Красное, это значит, оно от меня отстоит больше, чем на одно исследование. То есть, если я открою, смотрите, мне надо исследовать вот это, вот это и вот это. И на стриме я говорил, что нам надо будет вложить сюда 100 зеленых колб и еще 50 сверху. То есть, 150 плюс кварц. То есть, 200 зеленых колб для того, чтобы открыть продвинутую переплавку железа. В принципе, этим можно заняться. Это ничего такого эдакого. Нам нужно железо и все. Так как у нас сейчас накопилось здесь 13 тысяч слитков уже, их можно сейчас пустить в производство чистого железа, пластины обычных. И начать из этого превращать уже в нормальные товары, делать автоматизацию. Единственное, я вот момент задумался сейчас, вывел-то я это сюда и куда я пущу шину. То есть, было бы хорошо как бы назад, но у меня все развернуто вперед. Мне бы правильнее было не вот сюда тянуть, а вот отсюда разворачивать сюда и вот сюда. А оно здесь тоже как бы в принципе не очень. Это и либо надо вниз поворачивать, но опять же здесь у нас что? Море. То есть, его либо засыпать, чтобы перейти на этот остров, либо думать про шину в другое место. Либо подзасыпать вот эту часть. Вот тут чуть-чуть. Ну, то есть, нам на самом деле... Ну, блин. Если сейчас разворачиваться в плавку, здесь у нас полностью каркас утесов, который не даст нам никуда идти. Да что-то я себя загнал. Вверх тоже не очень хочется. Хотелось бы в длину. Вот сюда. А что если пустить, например, отсюда все вниз? Подзасыпать вот эту часть. Тут чуть-чуть совсем. Это очень мало. Где у нас наш сити-блок? Вот он, поверху вот эту часть засыпать. Потом оно сейчас нам не нужно. И начать вот сюда производить. Но опять же у меня здесь, видите, утес. Вот он коричневый. Здесь все в утесах. Вот утес, вот утес. А до утесов нам, до динамитов, как вы понимаете, очень далеко. Где они тут? Я их не вижу. Вот они аж. Хотя, в принципе, слушайте, недалеко с точки зрения разрезерчить сами взрывчатку для скал. Но мне кажется, сама взрывчатка, ее изготовление, серо-уголь дистиллированная, в принципе, неплохо. Серу мы уже можем делать, серную кислоту. Мы же уже все разрезерчили. В принципе, не проблема. Так, наверное, поступим? Да, 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 да. Но пока мы дойдем до взрывчатки для скал, у меня есть чем заняться. Смотрите, у меня в этот ящик уже сложилось 12 тысяч шлака, который надо куда-то девать и во что-то перерабатывать. Также вот я здесь на старой моей, на самой-самой начальной базе я произвожу все-таки здесь обычный камень. И его тоже надо куда-то девать. То есть его надо пускать в общее массу производства и не жлобиться. То есть надо будет думать. Поэтому я сейчас буду настраивать первичную плавильню, плавильню железа, плавильню меди и плавильню слитков. А может я даже не буду сейчас. Посмотрю, может я буду олово плавить или нет. Я пока буду использовать отсюда. Здесь у нас полторы тысячи, две тысячи. Короче, четыре тысячи слитков в ящиках лежит уже готовых. Может быть не буду. Но здесь вот этот уступ нехороший. Посмотрим сейчас, что я придумаю. В общем, это не быстрый процесс. Так, ну процесс не быстрый и занял он почти в два раза больше времени, чем предыдущий. Смотрите, 19 часов. В общем, время бежит с сумасшедшей скоростью. Там мы закончили на 7,5. И вот я есть. Значит, ресерчер я сделал. Давайте глянем базу сверху. Теперь она выглядит в виде гораздо-гораздо больше. Мы вот здесь вот ютились. Теперь на стриме мы вот здесь закончили. Я показывал. Вот, ну видите, вот эти вот блоки, они разрослись. И давайте я о них расскажу. Значит, что я сделал. Значит, начально я вот здесь, вот на этом месте, если помните, где мои вот эти вот платы печатались, я поставил сюда блок, который производил зеленые и красные колбы. Здесь был ресерч. Потом, короче, я его унес сюда. Да, и видите, здесь начинается потихонечку баз вырастать такой небольшой. Хотя здесь я наметил себе, что будет рейл. Да, я это благополучно сейчас все занял. Кстати, надо это снести. И сказать, что рейл будет не здесь, а рейл будет на одну дальше. Вот, хотел я его сюда перескочить, но, видимо, не судьба ему здесь быть. Потому что требуется сейчас более важная задача. Короче, я вкинул в зеленый ресерч, чтобы получить промывочные ячейки плавучести и перейти на более высокоуровневое разделение руды. Для этого мне потребовалась серная кислота, которая, в принципе, у нас уже была. То, что я поставил здесь нефтяные и газовые качалки, не обращайте внимания, я их поставил просто, чтобы понимать, где они вообще есть и как примерно под них, короче, зарезервировать место. Передел, естественно, вот таким образом. я их поставил одинаково. Здесь 5 заводов плавучести на одну дробилку и на одну сортировочную станцию. Я их просто склонировал в разные места. Видите, начал вот с этой, между прочим, потом расклонировал одну сюда, потом сюда и последнюю сделал вот эту. Чем отличается, например, от вот этих вот трех ячеек плавучести вот это? На Бабмони Майруде у нас есть совершенно другой сточный осадок, не серные воды, а нитратные. Так как их никуда в общем-то переделать пока нельзя, я их просто выливаю и испаряю. Остальные же серные воды я передаю сюда, из них делаю серную кислоту, что мне позволило также получить серу в чистом виде, пришлось разесерчить, и это благополучно позволило мне снести отсюда все холмы. ну как видите теперь здесь гораздо богаче инфраструктура. Следующим образом, значит, вот здесь вот у меня стоит железная плавильня, да, я сюда подаю вот отсюда, вот мелкими партнами идет у меня кремний, подается в эту плавильню. Я потом сюда поставил еще одну на обычное железо и понял, что мне нужна сталь, когда я ее разресерчил, я переделал ее на сталь. то есть слитки из железного, из доменной печи, железные слитки подаются в доменную печь, подается кислород, обжигаются они и получаются стальные слитки. Здесь они плавятся, куются и выдаются на шину. Причем плавятся они не здесь, простите, а вот здесь. Это у нас остаток от предыдущего производства, ведь он стоит, надо его, кстати, снять будет. Печку я индукционную снял, а пластины забыл. Хотя можно подвести здесь, может он даже работает, не работает здесь, видите, не стоит. Короче, потому что расчет 1 к 3, а у меня здесь еще одна была на 3, я их забыл снять напрочь. Вот, здесь у меня сталь плавится, подается сюда и здесь уже начинает проявляться шина. Вот такая штука у меня была построена вот с этой стороны, вот на этом куске. Я ее просто один в один перенес, на кружки не обращайте внимания, это я обтянул план обновления, он обновил все, даже того, чего у меня нету, например, я не могу еще проапгрейдить например, синие манипуляторы или там заводы, он все сказал, появится, заапгрейдим. Короче, смысл здесь такой, здесь производится 5 заводов красных колбочек, здесь подается у нас небольшой выход, к сожалению, сейчас железо, поэтому у нас здесь немножко простой, идет вообще сюда подается железо, что-то здесь должно было подаваться, надо будет разобраться, что-то я здесь сломал, я тут немножко протянул не так лихо и получаю, что немножко поломал. Короче, здесь создается вся необходимая инфраструктура с нуля, то есть из компонентов меди и железа и превращается в 4 завода колбочек. Почему там не десятка как мы любим, да, потому что у меня ресурсов и так видите немного. Все это складывается в ящик, имеем 1000 колбочек и 793 зеленых и 2, 4, 6, 8, 8 заводов исследовательских тек, лабораторий, ладно. Дальше, 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 следующее. Здесь я совершенно забыл в процессе записи серии, что у меня же, господи, есть такая штука как Факторисима и у меня здесь места было мало и я решил использовать его потому что сначала предмет того, что я забыл вот, вот, это чистое доказательство того, что я забыл, что есть Факторисима. Я начал строить сначала завод по производству в буферные сундуки, но обычно это не дроновские, это мои буферные, медные провода, синие моторы, желтые моторы и палки для того, чтобы создавать манипуляторы и конвейеры. Видите, я все перешел на желтенькое благодаря тому, что я плюхнул сюда заводик и создал здесь вот такое небогатое производство, медные пластины, не пластины, господи, провода, короче, те же зеленые, зеленые, синие моторы, желтые моторы, шестеренки, обычные белые конвейеры и из них желтые конвейеры. Все, здесь просто сундук стоит у меня, когда снимаются конвейеры, мне их куда-то надо девать. Я положил сундук и сундука они тоже сюда запихиваются вместо обычного завода, что позволяет сэкономить уже и так потрескавшиеся наши ресурсы. Но, но не все так плохо. Давайте, значит, я еще что покажу. Вот, вот эта часть. Значит, остаточным выходом из вот этих всех заводов, а в данном случае плавили, не плавили, а этих плавучести ячейки, у нас идут геоды. То есть, кристаллические образования, они тут вот у меня красиво сложены получились. У нас есть голубые, желтые, синие и красные. Каждая из геод в принципе используется для следующего. Либо, либо мы ее можем покрошить и получить кристаллическую пыль и дробленый камень, который преобразуется в обычный камень, кирпичи, стены и прочие радости жизни. Либо, что более интересное, его можно полить серной кислотой и получить раствор кристаллов, из которого потом можно будет длинным длительным процессом вытащить еще дополнительно ресурсы. Но, у нас это не разресерчено и может быть оно нам и не нужно будет сейчас. Если, например, я возьму кристаллическую пыль, я посмотрю, что из пяти кристаллической пыли я получаю шесть разного типа руд. Рудой ее назвать сложно, это получается рубины, сапфиры, изумруды, метисты, топазы и алмазы. Если я возьму любой из них и посмотрю, его можно в обычном заводе превратить в рубины из руды, рубины с определенными вещами, водой и точильным кругом можно в ограненный рубин превратить, с полировочной пастой и полировочным кругом это можно полированный рубин превратить. То есть, это уже конечный продукт, который нас пока тоже еще не разресерчат. Что это дает нам? Я сначала думаю, ну нафига они нам нужны, господи? А посмотрел, на самом деле много. Во-первых, все камешки входят в состав модулей эффективности разного уровня и разного качества, но самое главное, они себя представляют компоненты для батареек для лазерного вооружения и улучшений. Вот здесь 10-й рецепт это лазерная защита для транспорта. То есть, вот это стратегический запас высокого уровня военного назначения. То есть, грубо говоря, постройка лазеров. Вот без них теперь лазеры не получатся. Просто так. Что еще? Здесь немножечко расширил заводики по производству воды. Мне не хватало обычной дистиллированной воды. На все эти заводы требуется дистиллят. Здесь это стоит без дела. Я просто смотрел, что я там могу. Возможно, потому что я с биофермами и с биотехнологиями в этих сборках, в этой сборке работал мало. Я плюнул и пошел старым дедовским методом своим. Я построил обычные лаборатории по производству парников, по производству дерева. Парники, а не лаборатории. Производим дерево. Производим дерево в хороших количествах, потому что рубить его здесь вроде бы и можно, но это зашибись сколько времени надо. И параллельно с тем, чтобы мне немножечко подправить ландшафт, я организовал вот аппараты обогащения суспензии разные. Перегоняю разные воды, потом их испаряю и из них получаю на каждом этапе грязь. Грязь перевожу в завод и из 25 грязи складываю, ведь уже получил отсыпка территории 1,2 тысячи. Этот процесс, обращу внимание, безумно долгий. Вот просто опупеть какой безумно долгий. Я из нее почти ничего не брал. И вот за эти часы десятки она накопила полторы тысячи. Для примера, из камешков, вот, я от них отсыпал много, тут к ним сейчас камни не доходят, но видите, здесь 380 и 19 камней, но из них я, я же говорю, я отсыпал территорию. Во-первых, я отсыпал часть порта, которая была, вот здесь вот серым все позасыпал, вот это все выровнял, вот здесь вот начал отсыпку территории. В общем, вот такой вот процесс. Смотрите, это серое, вроде чем-то засыпано, но непонятно чем. Оказывается, в данной сборке можно деревом засыпать территорию. И ничего оно вроде как не прибавляет, возможно, если у вас какая-то болотистая территория, то оно позволяет бегать чуть-чуть быстрее. Но в любом случае оно не позволяет бегать быстро так, как по камням. Камнями я отсыпал, а не бетоном, я его еще не разрезерчил, свою территорию, свои сети блоки. Здесь поставил радары, и в принципе вот на этом все. Здесь импровизированная, я же говорю, шина, которая пока вот так. Мы уперлись, как помните, самая главная проблема была в ресурсах. То есть у нас каждый раз заводик выплевывает небольшую партию руды, она здесь вот тут красиво идет, распределяется по этим плавильным, но это капец как мало. Ой, так, смотрите, значит, есть два пути решения этих вещей. Значит, первое, у меня почему-то образовалось две лодки. Я помню, что я ее строил, я ее не нашел, я построил еще одну, и у меня оказалось две. Со мной такое часто бывает. Поэтому одну лодку мы сразу спустим на воду. Давайте в порту ее спустим. Вот так. Это будет одна лодка, мы на ней будем плавать и расставлять точки нашего пути, по которым будут плавать наши большие корабли. Ну, и сами сможем плавать для того, чтобы организовывать базы на других островах. То есть это то, к чему я стремился все эти долгие 19, уже 20 часов. Так, но радость жизни еще заключается в следующем, что при переплавке, перемывке, обмывке, короче, вытрухивании и всякого образа руды, мы получаем с вами интересные штуки. Энергоминералы и вот уникомпозиты. Мне достаточно того, что оно есть, для того, чтобы разресерчить уни от Yoki Mode. И вот Yoki Mode дает нам возможность, и мы этим займемся, сейчас ее возьму, покажу, что я разресерчил. Trade Resources from Unicomp at the cost of energy. Значит, я должен построить вот такую штуковину, которая называется Simota Restructor. И он потребляет 1,2 мегаватта энергии. Достаточно много, но, но, что интересно, он позволяет нам торговать ресурсами в коэффициенте 1 к 1. И главным ресурсом, которым я буду торговать наверх в космос, это будет дерево. И я могу торговать, смотрите, брать 20 древесины, превращать ее в 1 уникомпозит, и брать 1 уникомпозит, и превращать его в 20 железа. То есть, грубо говоря, я обменю по курсу 1 к 1 через уникомпозит. Уникомпозит в данном случае будет являться у нас универсальной валютой. То есть, я упаковываю дерево в уникомпозит, через вот этот вот компатификатор и прочую радость и жизни, и получать буду любой другой материал, который мне нужен. Я, естественно, сосредоточусь на продаже дерева, получении уникомпозитом железной руды, медной руды, и прочей другой руды, но в данном случае железной. Вопрос, дерево вообще не стоит. Смотрите, вот эта штука мне принесла на сегодняшний день 102 и 78 тысяч руды. Фу, блин, руды. Ну, считайте, да, руды, потому что коэффициент 1 к 1. Если я поставлю таких линий вот здесь вот много, а в планах у меня было много, я могу открыть где-нибудь вот здесь, например, ну, или ниже, например, где-нибудь, потому что здесь у меня план порт, здесь у меня будет порт хаб, то есть здесь будет железная дорога подходить к порту, будет происходить перегрузка товаров, то есть я могу вот здесь все забить деревом или где я там захочу, или вот, например, в верхнем квадрате и из этого торговать железную руду и просто ее передавать вот сюда. Больше мне ничего не надо будет. В общем, я могу размахнуться. Моя задача была достичь этих технологий, чтобы рвануть в космос и в торговлю. Но также я не забуду, потому что интересна логистика островов, я хочу ее попробовать, я хочу посмотреть, как это будет работать, насколько это эффективно, выгодно и заодно вы сможете это увидеть. Вот такие вот планы. Это планы касательно ресурсов, но так как нам нужна энергетика, я очень хочу, очень, потому что я ее очень люблю. Йоки Energy. Сейчас она у нас в зачаточном таком состоянии, но я хочу очень серьезно ею заняться и одна из серий, может даже не одна, будет посвящена Йоки Energy. Йоки Energy и Йоки Engines. Здесь у нас ресерчатся сейчас, кстати, сейчас не ресерчатся, надо поставить, вот, смотрите, у нас будут тут огромные всякие Steam турбины, генераторы и прочие крутые ресурсы и решения, они сложны для изготовления, там идет испарение, замкнутые циклы, запуск идет извне, вам надо подключить мотором, запустить генератор, мотор отключить, следить за количеством воды в системе, есть испарители, в общем, там сделано сложно, но она выдает очень нифиговое количество энергии, если я сейчас найду, покажу, где-то тут были генераторы, здесь их пока нету, паровые, это все неинтересно, там есть атомные нагреватели, то есть, за счет других процессов, как вы понимаете, где-то, где-то, в общем, они были, может, я еще не разесерчил, но такие огромные паровые турбины, которые толкают генераторы, и они генерят там по 27, по 28 мегаватт энергии, выглядит безумно красиво, но этим надо заниматься, можно получать гигаватт энергии из системы, ну, где-то такого размера, это интересно, что еще вам рассказать из достижений, которые были, ну, в принципе, наверное, ничего, надо потихонечку засыпать это дело, и следующей серии мы займемся исследованием территории, потому что я хочу начать все-таки с интересного, я хочу начать с морских перевозок вместо Yoki 3, с Yoki 3 все очень просто, плюхнул, поставил, настроил, все полетело, и вы уже видели не раз в моих прохождениях я этим методом пользовался, а вот логистикой мы с вами не занимались, кстати, вот, вот эти, нет, это только overheater разогрев, это турбина, где же у нас, короче, надо будет их еще найти, где эти турбины, может они в продвинутом, а, наверное, они продвинутые у нас, сейчас посмотрим, где-то они тут у нас были, так, вот, смотрите, да, Yoki Advanced Power, это не то, сейчас я быстренько прогляжу, это, вот, 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 вот Advanced Power, вот он мне нужен, а, мне нужно смазочную жидкость изучить, и обычные моторы, зеленые, и тогда я смогу изучить вот этот Advanced Power, смотрите, забегая вперед, значит, у нас есть разного вида генераторы, вот они, 4 штуки, один выдает 3 мегаватта, второй выдает 6,5, 10,8, 16, о, понизили, понерфили, был, по-моему, 25, дальше, есть атомные турбины, которые выдают по 12 мегаватт, есть, Обинский реактор, который нагревает до температур высоких очень, 30 мегаватт тепла, 5 мегаватт чистого электричества, дальше Fusion Fuel Cell появляется, тоже нагревает, вот, у вас здесь очень интересно сделано то, это топливо для них разное, смазочные жидкости, пары и механическая энергия, то есть, эти парогенераторы создают механическую энергию, которая передается на обычные уже генераторы, и производится электрическая энергия, и все они имеют разную температуру, поэтому, чем ниже температура, чем ниже эффективность, видите, максимальная температура 150 градусов, если посмотреть, а у этого максимальная температура тоже 150, по нерфили тоже, там были до 650 градусов, то есть, если на нее подать температуру больше, она будет вырабатывать больше энергии, ну, вот, как-то так, поэтому я думаю, моя обзорная серия в виде дайджеста на сегодня закончится, и мы пойдем дальше, еще есть стримы, не забывайте, иногда проходят, можно посмотреть на рутину, кому интересно, возможно, я сделаю следующим образом, обнаглею окончательно, и стримы будут доступны для спонсоров и патронов, патронов патреонов, также хочу поблагодарить моего спонсора, который появился первый, вот, лиха беда начала, с вами был GameDragon, это был дайджест, обзор новостей, мира, факторий, которые у нас произошли, всем пока, до следующей серии, увидимся,